Доброе утро! Видимо, погода не позволяет. Ладно, поехали, вижу. Так, ну что, на этой неделе у нас новостной фон практически отсутствует. Давайте по календарю пробежимся быстренько. Ну, на той неделе, если вы помните, в пятницу уступал Драги. Как обычно, как и в последнее время, любое заявление Драги приводит к снижению евро. Так, Игорь, сейчас отвечу на все вопросы. Значит, соответственно, любое уступление Драги приводит к снижению евро, соответственно. Что, собственно, и произошло. На этой неделе, понедельник, индексы деловой активности от Маркит в 11.30 сегодня по Москве, соответственно, по Германии и по Еврозоне с интервалом полчаса. Не думаю, что окажет существенную реакцию. Либо, либо, если будет, скажем так, выйдет намного хуже, то, ну, может быть, еще не прибавит европлюса. То есть, в принципе, сегодня вот после 12 часов уже, в принципе, я думаю, что остальное ничего не повлияет. На завтра, опять же, блок данных по Еврозоне, это ВВП по Германии, который однозначно, конечно, повлияет на текущий курс, соответственно, индексы деловой оптимизма от ЭФО. После этого годовые данные по ВВП. Вот вторник день достаточно серьезный с точки зрения именно фундаментальных новостей. Поэтому вторник 10 утра, 12 утра, соответственно, 14 часов по московскому времени, плюс еще 16-30 по ВВП США. Это будет день достаточно значимый. Ну и все. И после этого среда у нас день практически пустой. Особо здесь выделить ничего не могу, кроме продаж новых домов, возможно. В четверг вообще праздник в США, день благодарения. И в пятницу то же самое. Тоже я ничего здесь не вижу. То есть, в принципе, на всей неделе один только день, который более-менее как-то повлияет на рынки, соответственно, это вторник. Поэтому, так как у нас календарь практически на неделе пустой, я думаю, что останемся в пределах тех же рейнджей, что и на этой неделе, собственно говоря. Ну, поехали к технике, поехали к евро. Что, собственно, произошло? То есть, пробой нисходящего тренда. Соответственно, достаточно четкий и понятный. Я рекомендовал покупки на пробой, конечно, согласен с вами. Цель была 1.08 ровная. Чуть-чуть немножко до нее не дотянули. Но это в связи с выступлением Драги, конечно. То есть, надо было, по возможности, если выходят фундаментальные данные, и тем более выступая Драги, конечно, надо это делать свежее. Но, тем не менее, картина не поменялась ни в коем случае. Картина не поменялась ни в коем случае. Я вам говорил, что я буду покупать от 0.660, что я, собственно говоря, и делал, если вы помните. То есть, давайте покажу сейчас, в каком месте это все было. Да, вот же, вот же, вот же, вот же, откуда это было сейчас все. То есть, вот, помните, да, когда был возврат обратно к зоне 0.660, я сказал, что я буду покупать по 0.660 со стопом ниже 0.650, соответственно. После того, как цена показала фигуру прибыли, и после того, как начал выступать Драги, соответственно, сделки все закрыл, само собой. Потому что, ну, не первый раз уже на Драги мы падаем. И тоже себе на будущее возьмите, да, что любое выступление Драги в последнее время рынок обрушивает. Тем не менее, что я могу сказать дальше. Несмотря на, в целом, понижательный тренд по евро, несмотря на это. Тем не менее, посмотрите, у нас есть признаки разворота, они до сих пор остались. То есть, у нас есть замедление угла наклонного тренда. Да? Уже, причем, третье замедление, посмотрите, первое снижение было, второе замедление. И вот сейчас третье рисуется замедление. Дивергенция у нас не поломалась по четырем часам, посмотрите. Опять же, раз, два, три, четверная аж дивергенция получается. Поэтому, если сейчас не сработают фундаментальные данные по еврозоне, то есть, не будет очень плохих, скажем так, данных по еврозоне, соответственно, то я ожидаю, опять же, по-прежнему, я ожидаю роста, вот он текущий момент, ожидаю роста в район 1.08, как минимум, это жду. То есть, это если судить по технике, соответственно. Ну, туда мы подвисли. То есть, технический анализ здесь однозначно указывает на разворотную тенденцию, на движение наверх, собственно говоря. Вот. Опять же, покупать либо по 0.6, вот прям по текущим ценам, ну, дождаться, конечно, прихода Европы и закрытия рынка, закрытия часа. Покупки по 0.6, 13. Понятно, что против тренда, понятно, что они рискованные, несмотря на то, что тренд понижательный. Тем не менее, я покупки здесь вижу однозначно, повторю еще раз, да. Стоп ниже 0.6 ровно, то есть, где-то 0.5, наверное, 0.70 можно поставить стоп. Цели, первая цель 0.7, 25, вторая цель 0.8, так она и остается. Так, кто у нас там по евро вопрос задавал, соответственно. Если вы покупаете, ну, стопы стоять надо, господа, все-таки, по возможности. Дальше поехали в фунт доллар. По фунту, опять же, такая же точная картинка. 52.57 я рекомендовал покупки. Цель 53.43, собственно, мы до нее и достигли, до этой цели. Ну, вот. После чего откатились обратно. На текущий момент, что мы сейчас смотрим? Ну, опять, тут диапазон идет у нас. Поэтому, на текущий момент... Опять у меня пропала эта штука. Очень странно все. Значит, на текущий момент уровень 51.58. Соответственно, либо мы от него покупаем, если час закроется вот такой, 4 часа закроется вот такой свечкой. Мы будем от него покупать. Цель, опять же, поставим. Ну, то есть, здесь диапазон. Здесь у нас вот две ступеньки по фунту. 51.65 на... На 52.30. То есть, здесь трендов, как таковых, нет. По фунту и что-то такое отрисовывать не на днях, нигде. Что у меня с программой? Это надо переставить. То есть, здесь у нас трендов, как таковых, нарисовать практически невозможно. То есть, ни на дневных графиках, ни на 4-часовых графиках. Соответственно, 51.65 ступенька. И вот так мы в этом диапазоне двигаемся. Либо, соответственно, 53.65, 52.30 цель. Либо пробой зоны опять 52.57 и цель 53.43. Либо мы пробиваем вниз и уходим обратно в район 1.50. То есть, в принципе, вот у нас. Что-то явно у меня программа глючит. То есть, не пытайтесь здесь какие-то рисовать, какие-то диагональные, какие-то варианты, какие-то линии. Здесь только горизонтально по фунту работает. Ну, в последнее время он двигается так. Швейцарский франк. Очень четко сходил. Наконец-то мы добрались все-таки до зоны 1.02. Чуть-чуть не дошли мы до зоны покупок 1.01 ровно, соответственно. Вот цель по 1.02 исполнена у него. Если вы помните, мы ее ждали с вами давно уже. Ну, что у меня с программой теперь будет, что ли? Ну, что у меня с программой теперь будет? Сейчас попробую перегрузить МТ. Спасибо. 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 Потом восстанавливаю. Вот. По франку ситуация, смотрите, цель 1.02 мы достигли практически. Еще немножко мы доползти, конечно, можем наверх, куда-то в район 1.02.50, куда мы там давно уже тоже ждали. Вот. То есть какой-то вылет был. И опять же дивергенция этим не сломается. Она у нас, вот, посмотрите, по 4 часам идет откуда еще. Вот. Соответственно, здесь такая же картина. Пока еще восходящий тренд. Пока еще ждем какой-то подход наверх. Куда-то в район 0.02.20, 0.02.40, может быть, максимум. Я жду там, не знаю, 0.02.50. Это максимум я жду. Дивергенция при этом не сломается, повторюсь еще. То есть индикатор РСА есть, куда и двигаться. Соответственно, на зоне 0.02.50 у нас будет диверс сильный. И по дням в том числе, не только по 4 часам. По дням вот тоже, если видите, дивергенция здесь сильная, видна. Вот. Поэтому здесь я буду рекомендовать продажи, конечно, либо от зоны прямо текущей. Но тут стоп надо выбирать, будет за 0.02.60. Либо, конечно, идеально было бы сбегать куда-то на 0.02.30, 0.02.40. Оттуда продажи. Поэтому ждем, ждем, посмотрим, где мы остановимся. Нарисуем какую-то свечку, что-то типа такого падающей звезды какой-то. Там будем продавать. Пока сейчас, ну, покупать, ну, не знаю, я не буду рисковать пока покупать. Потому что по цели, цель недалеко наверху. А стоп буквально тоже тут, куда убирать, тоже непонятно. Поэтому я буду рассматривать продажи, но не сейчас, но не по текущим ценам. Австралийский доллар. Точно так же мы покупали с вами по 71.35. Не успел я из него выйти, к сожалению. Тоже он нам сколько, практически фигуру прибыли он нам давал. Чуть больше даже фигуры прибыли. Вот. Тем не менее, сделка у меня остается по-прежнему. Наверное, даже еще и добавлюсь. То есть, если мы откатимся куда-то в район на 5.71.30. Снова добавлюсь. Цель будет 73.74. Тренд пробит достаточно мощный, нисходящий. И вполне можно ожидать движения наверх и дальше. Потенциальная цель у нас 73.74 по австралийскому доллару. Доллар и иена. Ну, тут картина тоже опять непонятная получилась за пятницу. В общем-то, пробили мы восходящий тренд вниз, в общем-то, да. Но не дошли до цели. Цель была 122.34. То есть, что с этим делать, опять не очень понятно. На самом деле, тоже предполагаю, еще какой-то небольшой рывок наверх. Куда-то в район... Ну, может быть, еще 123.64. Я не знаю, как тренд удержится, не удержится. Может, боком как-то будет пройти. Вот. Оттуда все-таки возврат вниз в район 122. Входа в сделку я здесь не вижу, поэтому пока рекомендаций здесь нет. Канадский доллар чуть-чуть, опять же, не дошел до цели покупок. 32.35 у нас была... У нас были покупки. Часто есть звук же? Звук выключал, да. Значит, цель 34, опять же, исполненная. По нему я вижу еще и выше зону, на самом деле, на повторение хая 34.20. Но здесь, опять же, все будет зависеть от нефти, соответственно, куда пойдет нефть. По нефти я не жду дальнейшего такого большого снижения. Может быть, 42, может быть, 41. Потом все равно возврат наверх куда-то там, я не знаю, 50 как минимум. Поэтому и по доллар-канадцу жду тоже движение вниз. Точек хода я здесь тоже не вижу пока, на текущий момент. В покупке мы не успели войти. Продажи против тренда я рекомендовать не буду. Евро-канадец также в диапазоне. И учитывая, что я жду по евро восстановление наверх, соответственно, и по евро-канадцу я тоже жду движение наверх. Точек хода я здесь тоже не вижу, соответственно. Но если только попробовать в диапазоне поторговать в таком. Но диапазон узкий, для меня лично неинтересный вариант. Поэтому тоже пока без рекомендаций. Новозеландский доллар. В отличие от австралийского, никак не может пробить свой нисходящий тренд. Двигается тоже в диапазоне, но диапазон не очень понятный. То есть была у него зона, вот она, горизонталь была. Он на ней достаточно хорошо стоял. Вполне вероятно, что она опять устоится. Но так как был вылет уже ниже этой горизонтали, соответственно, здесь красивых вариантов тоже для меня нет сейчас. Ну вот так, да, в понедельник торговать нечем практически. Золото все никак не может устояться выше зоны. Тем не менее, по золоту я так же, как и по всем остальным, жду восстановления наверх. Дивергенция у нас не сломалась. Опять же, четырехкратная дивергенция. Поэтому, если уж торговать... Ну вот здесь как раз вариант без стопов практически. Поэтому, если уж торговать золотом, я бы, наверное, порекомендовал покупки от 10.67. И нарисовал бы две цели. Первая 10.74 и вторая цель. И вторая цель это на 10.86 пока сейчас. Вообще, по не по золоту, конечно же, жду я и выше. 11.10, 11.20. Так, ну серебро тут пока без комментариев. Доллар-рубль. Дошли мы до восходящего тренда, до нашего. Ну здесь будем смотреть на нефть, опять же. Пока, вроде бы, рисуем восходящий тренд. Для хорошего входа здесь нужно, чтобы нарисовалась белая свечка, соответственно, здесь. По 64.50 тогда, возможно, будет покупка. Цель по доллар-рубль это 67 примерно, пока сейчас. Вообще, сильная раскорреляция рубля с нефтью почему-то получилась. Не очень понятно, на самом деле. То есть, при такой стоимости нефти рубль должен стоить уже в районе 70, как я его и ждал. И после разворота нефти наверх, соответственно, падение доллара и роста рубля. Ну тут сейчас ситуация очень непонятная для меня лично, потому что, ну, я не понимаю, почему доллар не растет по отношению к рублю. То сейчас уже, посмотрите, если соотношение бочки нефти уже вместо 3,5 приемлемого, 3,5 тысячи рублей, дошло уже до 2,7 тысячи. Ну, вот не очень непонятно, что происходит. Как бы это не в пользу нашего государства, говорит сейчас, на текущий момент. Нефть у нас пробила нисходящий треугольник, слетала наверх в 45. Покупки у меня стоят от 43.70. Стоп ниже 40, стоп далеко убрал за 3 доллара. Цель у меня 47, первая цель, вторая цель 52. Но вот слетала, и тоже ее, видите, под пятницу вечер все-таки загнали обратно. Ну вот, здесь по-прежнему жду движения в район 47, пока сделку я держу. Итак, что у нас на сегодня, повторюсь еще раз. По евро. По евро пока, пока рассматриваю все равно еще покупки, значит, по евро. Подожду закрытие 4 часов, а вообще прихода Европы, то есть 12 часов по Москве. Если картинка останется такая же, дивергенция не будет пробита, и нарисуется разворотная свечка типа молота или типа утренняя звезда, соответственно, я здесь буду покупать со стопом ниже 0.6 ровно, то есть где-то 0.570, 0.565. Цель, первая цель, соответственно, будет стоять 0.725 под низ тренда, соответственно, и вторая цель, это будет 0.8 уже. То есть я все-таки 0.8 не протестировали. Хорошие продажи стоят под 0.8, конечно. Хорошие продажи, потому что, еще раз повторюсь, я не говорю, что это разворот вообще всего движения по евро. То есть я жду по евро вообще паритет. Я тоже вам говорил уже. Но перед паритетом сбегать в 1.08, но это сам Бог велел. Вот, поэтому... Поэтому я пока нацеливаюсь еще пока на 1.08. Уже оттуда буду продавать. Фунт, если мы закроем опять 4 часа вот такой свечкой, значит, буду покупать и торговать в диапазоне 0.5165 на 0.5230. Франк пока ничего не делаю, жду подхода 1.0240. Австралийцы у меня куплены еще с пятницы по 0.7, 0.7130. Собственно, если опустится, буду там жить, докупать его. Доллар и иена пока без сделок. Канадский доллар тоже без сделок. Новозеландский тоже. Собственно, только по нефти. Сделка еще у меня от 43.70 покупка была. Вот цель по ней 47. Это то, что у меня есть и то, что я буду планировать на сегодня. Еврофунт я в пятницу смотрел, он не интересен пока. То есть, видите, если евро пробило зону какую-то, то еврофунт, он, видите, вяленько болтается. Потому что евро с фунтом примерно в одну сторону двигается. Поэтому здесь надо дождаться, видим, для хорошего движения пробоя 0.7, 0.25. Вот после этого можно будет говорить о покупках с целями куда-то в район 71.70. Пока сейчас здесь торговля в диапазоне. Диапазон узкий. Делать, собственно, нечего. По золоту, Людмила, я говорил по золоту. То есть, по золоту я жду так же, как и им. Ну, такие дивергенции отрабатываются. Но не можно, ну, очень крайне редко встречается вариант, где такие дивера не отрабатываются. Вот, поэтому дивер очень сильный. И 4-часовый, и дневной, и так далее. Вот, поэтому по золоту я жду движения в 10.86. Покупки рекомендую 10.66, стоп ниже 10.60. Первая цель 10.74, вторая 10.86. Мои сделки, я уже сказал, то, что я делаю по сегодня буду. На самом деле не жду сегодня особых движений, честно говоря. Я скорее думаю, что движение будет завтра. То есть, завтра день такой хороший по новостям. Вот, то есть, завтра вполне вероятность ждет каких-то мощных движений. Сегодня, скорее всего, будет так вял текущий торговлю в диапазонах. Так, ну все, раз вопросов нет, тогда давайте хорошей торговли. Видео сегодня в группе выложу, соответственно, если что, вопросы пишите там. До завтра, всего хорошего.